Привет, с вами Антон Ким, CityChess, и в этом видео мы поговорим о защите каракан. Итак, начинается с хода e4, но теперь черные не отвечают e5 и не играют французскую защиту после e6, а играют c6. Но идея примерно похожая, как и во французской защите. Черные следующим ходом намереваются атаковать центр белых путем d5. Принципиальное продолжение за белых играет d4. То есть белые захватывают центр, открываются слоны, и черные наносят удар в центре путем d5. Название каракан получила в честь двух мастеров, в честь их фамилий, Горацио Каро и Маркус Кан. Независимо друг от друга разработали этот дебют в XIX веке. И в отличие от французской защиты, белопольный слон не закрыт, и, собственно, наверное, в этом плане защита каракан приятнее играть. За черных у белых. В этой позиции есть несколько основных продолжений. Это играть e5, закрытая система, или играть ed. Получится разменный вариант или конь c3. Опять-таки это похоже все на французскую защиту, но, однако, здесь все несколько по-другому. Итак, последовательно рассмотрим продолжение. Посмотрим ход e5, закрытая система. Идея хода захватить пространство на королевском фланге, лишить черных возможности нормального развития фигур. Но в то же время белые потратили время на еще один ход с пешкой, вместо того, чтобы развивать фигуры. И, соответственно, теперь черные отвечают слон f5. То есть они как бы готовятся теперь закрыть калитку за слоном, и получится такая вот несколько улучшенная защита французской. Теория прошлого предлагала играть слон d3. Сейчас так уже на высоком уровне не играют. Это подтверждает и статистика. У белых сейчас уже всего 43% побед. Черные размениваются, играют e6, и теперь у них своего рода такая вот крепость. Белые играют f4, с намерениями где-то затем в будущем прорываться на королевском фланге. Черные играют ферзь a5, шах, c3 и ферзь a6. Ну, цель черных разменять ферзей и перейти в эншпиль, где у белых останется плохой слон, так как он будет у пиратов свои собственные пешки. И здесь у белых, особенно после размена белопольных слонов, уже не так много возможностей для атаки. И это продолжение вполне комфортно играть за черных, поэтому сейчас так уже не играется, а играется несколько по-другому. Вернемся назад. То есть вместо слона на d3 сейчас самое частое продолжение это играть конь f3, e6. То есть опять-таки черные закрывают за слоном калитку. Сейчас основной ход за белых это спокойный слон e2. У белых почти 60% побед после этого хода. Идея простая, что мы развили фигуры и готовимся сделать рокировку. Теперь перед черными стоят определенные вопросы, так как их фигуры не развиты. Есть проблемы с развитием, так как пешка сейчас мешает мобилизации сил. Но основное продолжение это конь d7, допустим. Рокировка, конь e7. Опять-таки у белых комфортная игра. Есть уже перевес с дебюта, так как по-прежнему король черный находится в центре. В то время как сейчас белые начнут развивать фигуры, проводить c4. И за белых играть эту позицию предпочтительнее. Помимо коня на d7, второй популярности ход это играет c5. Имеет такие тоже французские мотивы. Но очевидный минус в том, что это потеря времени, так как сперва пешка пошла на c6, теперь на c5. И белые собственно будут опережать в развитии черных. Ощутимо. Последует например слон e3, cd, конь d4, напали на слона. Было бы плохо отступать слоном на g6, так как последовала бы рокировка, например, конь e7 и c4. И теперь у белых уже серьезная инициатива, фигуры развиты, король уязвим. И так бы играть не следовало. Вместо отступления слона лучше бы сыграть конь e7, защитить слона. Например, конь d2, конь c6 и конь f3. И опять-таки у белых полный порядок. Комфортная игра, у них много есть разных возможностей. Они могут прорваться и на ферзевом фланге, могут создавать угрозы и на королевском фланге. И в то время как у черных по-прежнему есть проблема с королем и с развитием своих сил. Вернемся назад. И посмотрим, что будет, если белые побьют пешку на d5. Последует cd, разменный вариант. Здесь есть код c4, который ведет к атаке панова. У белых 54% побед. Позволяет получить более такие динамичные, сложные позиции, цена ошибки в которых в разы выше. Но это продолжение мы будем рассматривать отдельно в следующих видео. В этот раз рассмотрим более классическое продолжение. Например, слон d3. Конь c6, напали на пешку. Было бы ошибкой сейчас играть коня в 3, защищать пешку, развивать фигуру. Потому что черные бы сразу стремились перехватить инициативу. Они бы сыграли слон g4. Конь связан, пешку больше не защищает. Поэтому c3, например, ферзь c7, рокировка, e6. То есть у черных сейчас, в принципе, полный порядок. Они могут сделать и даже длинную рокировку. Например, конь d2, слон d6. Опять-таки, есть определенные угрозы уже на королевском фланге белых. Например, h3, слон h5. И инициатива сейчас у черных. И наверняка белые рассчитывали не на это. Поэтому после конь c6 играется c3, а не конь f3. Например, конь f6, слон f4. Слон g4, конь f3. Теперь уже можно сыграть. Там e6, рокировка и слон d6. Ну, вариант ведет такой к маневре на игре. Белые стремятся овладеть инициативой на королевском фланге. Черные на ферзевом. Шансы есть у обеих сторон. Вернемся назад. И посмотрим ход коня на c3. Было бы нелепо сейчас играть e6, так как получилась бы французская защита с бесполезным ходом на c6. Так как пешка в этом случае должна была бы оказаться на c5. Это просто была бы потеря времени. Поэтому черные, конечно, забирают пешку. Белые бьют конем на e4. Здесь разные есть продолжения. Например, конь f6. Конь f6 и gf. Это система Немцовича. Или, например, слон f5. Это классическая система. Или, например, конь d7. Система Петросяна-Смыслова. Мы рассмотрим в этом видео классическую систему, которая начинается с хода слона f5. То есть черные напали на коня, при этом развили своего слона. Поэтому конь отступает на g3. Слон g6. Например, конь f3. Ну, также здесь есть ход и h4. Конь f3. Конь d7. Не пуская коня на e5. Потому что после коня f6, например, h4, грозит просто сейчас где-то серьезные уже неприятности. Поэтому черные отвечают h6. Конь e5, слон h7 и слон c4. И фигуры белых расположены грозно. И здесь было бы менее приятно играть. Поэтому черные после коня f3 отвечают конь d7. Здесь также могут быть разные продолжения. В принципе, сейчас позиция примерно равна. Она хорошо изучена. На h4 черные могут ответить h6. Ну, и на h5 слон отойдет на h7. Например, слон d3. Разменялись. И у белых есть определенные плюсы. У черных тоже, несмотря на то, что их фигуры не развиты, вполне крепкая позиция. Они сыграют e6, конь f6. Где-то могут сделать и длинную рокировку, короткую. Ну, и здесь в этой позиции шансы есть у обеих сторон. Хотя, конечно, нужно отметить, что в защите каракан белые преуспевают больше. Сейчас, особенно с развитием компьютерных программ и движков, все чаще и чаще ее начинают бить за белых. Поэтому на высоком уровне этот дебют становится менее актуальным. Но в то же время здесь, конечно, нужно знать много теорий, чтобы на что-то претендовать. Но дебют крепкий, и у черных здесь тоже есть определенные козыри, и о них мы будем говорить в следующий раз. На этом все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok